Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы уже действующий депутат Законодательного собрания и первый срок. Хотелось бы от вас услышать, что конкретно вам удалось для жителей города Назарова сделать на данном посту? Первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Как вы, как депутат Законодательного собрания, взаимодействуете с представительным органом города Назарова, городским советом, в учетом того, что наш бюджет был по ходу дотационному на 70%. Как удается и заниматься этим вопросом о своем интересах города? Главное бюджетное. Все, спасибо за вопрос. Работа Законодательного собрания не говорит о том, что я должен взять и что-то в город перевесить, что-то сделать. Вы прекрасно понимаете, я работаю в Зала Назаровска, а Зам Назаровска представляет для города Назарова, я скажу, неплохие преференции. Вы видите, и продукция, без которой город не проживет, наверное, очень хорошая, качественная продукция, продается по ценам, то есть выработки. Все, наверное, ощутили, и стройка магазина сделана. Это же именно работа предприятия, на котором я работаю. То, что с администрацией города и района, мы, ну особенно район, я уже говорил, мы в нормальных отношениях, и много программ, которые особенно в районе исполняются, это с финансированием Зала Назаровска. Мы вкладываем, в этом году вложили, значит, сделали благотворительную помощь в этом году около 200 миллионов рублей. Вложили в развитие, значит, своего предприятия, в развитие, в социальную сферу развития предприятия, на котором мы работаем, где-то около, наверное, 400 миллионов рублей. И сейчас идет строительство межпоселительских дорог, которые нужны нам всем, а за счет Зала Назаровска. Очень много предприятий вкладывают денег, ведется очень большое строительство, я говорил, и больницы построенные, Зала Назаровска больница. Здесь вот как-то оказывалась помощь, значит, глазному центру, финансовая помощь была оказывана глазному центру. То есть по возможности, конечно, мы не можем сказать, что это бюджет края, который дает такие деньги. Кроме этого, мы платим бюджет очень большие деньги. Мы платим около 400 миллионов рублей, это бюджетный денег, включая, если не бюджетные фонды. То есть медстракт, соцстракт и все остальные. Предприятие, я сказал, что работает рентабельно, мы произвели продукцию на 3 миллиарда рублей, и, конечно, без вложения денег в социальную сферу предприятие не может существовать. Очень большое количество построенных жилья за это время. Жилье построено, если мы говорим сейчас про социальную сферу, у нас ни один учитель, который приехал к нам, не остался без жилья. И при том, он получает на годных основаниях. Он заселяется в эту квартиру, не плодит, за ее такой плодит коммунальные услуги, квартира ему дается бесплатно. И медики, и врачи, и все остальные. Очень большое развитие окажется в народном образовании, ну, в районном, в крайнем случае. Вот, то есть построены, вот сейчас будет строиться в сферном школах на парикетных отношениях, на 800 мест, почти такая же, которая существует, будет строиться. И все это за счет средств, в основном, ЗАР, Назарская. И программы, которые есть, я уже говорил вам, когда я выступал, программы, которые существуют, и которые записаны, значит, в бюджете края, они контролируются, смотрятся, все, грантовая программа, которая существует, также на уровне Плешко, там, и все остальные, мы проверяем, можно сказать, договариваемся, выбиваем, все остальное. То, по-цветствуемой с фортуки было бы намного лучше. Это, наверное, не помощь городу? Я не понимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ